шалом роха мы продолжаем наше путешествие через жизнь сегодня это будет масса ахаим бэмуна который говорит о вере и уверенности и в прошлый раз мы говорили о двух сегулот о двух разных рецептах как приблизиться к творцу это номер один это была благодарность аккуратно то увидеть все то хорошее что ашем для нас делает и если человек это делает тогда он он провоцирует то что ашем продолжает это делать он близок нему и также как мы реагируем на тяжелые ситуации на кризисные ситуации как мы весь себя ведем сможем ли мы простить человеку мы сможем себя держать в контроле и как известно это очень большая сегула очень большая сила у человека который не который сдерживает себя у него он получает силу благословения мы объяснили что это приходит до того что он понимает он показывает что он видит что это ничего не происходит просто так он показывает что он близок творцу на человек виза к творцу он понимает что это все мы от ашем это творца тогда я могу тоже мои отношения поднимаются на другой уровень я могу обратиться к ашему я могу попросить у него и по меня не получаю особую силу благословения на других в зор сказано что шар врата к бетахон к уверенности идут через ира через страх через трепет в имеется ввиду что каждый человек у него есть иммуна у него есть какая-то скрытая или более открытая иммуна вера в творца люди которые находятся дальше у них это проявляется больше в кризисных ситуациях но даже когда человек считает себя религиозным он соблюдает это вера это база и наше наше испытание и наша цель перейти на более высокий уровень который называется бетахон уверенность творца вот этот вот переход это для этого нужна ира нужен трепет нужен страх перед творцом нашем поколении это что-то о чем мало говорится это мало упоминается наше время это больше ава аваташем наша любовь к творцу воспитание с детьми тоже очень важно чтобы ава аваташем любовь стремление ира страх это часто парализирует человека это не дает ему себя как-то подвигаться и приближаться к творцу но есть две стороны ава ира и конце концов мы не можем обойтись без ира без страха в аваташем на это битва которая тоже вызывает удивление как можно приказать человеку любить что-то кого-то но если мы начинаем учить об этом как рамбам описывать что такое аваташем что такое любовь к творцу север хорейдин пишет об этом рамбам описывает что когда у человека есть идиат ашем у него он познает он понимает кто такой ашем это ведет к аваташем к любви мы видим это даже в шмай израэль мы говорим шмай израэль ашем алакейна ашем и хат ты наш творец и ты един и после этого мы сразу же переходим к в авто это шамалакаха и ты будешь и ты любишь ты у тебя есть митсва у тебя есть обязательство любить творца так что если у человека есть это понимание что ашем их ад ашем один и он алакейн он наш он это у него есть полный контроль над тем что происходит с нами это ведет к аваташем к любви к творцу сейфа харейдин это ученик аризала он пишет про митсват аваташем что в общем-то это человека должно вести к полному вдохновлению как 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 стас к тому что он он полностью должен быть выдышевлен что он автоматически будет писать поэмы стихи песни которые выражают его аваташем его любую творцу и сам сейфа харейдин он пишет в этой книге где он говорит о разных митсват он сразу же приводит разные свои стихи разные поэмы песни которые выражают его персональную аваташем это одна из них это едит нефеш которую большинство из нас поют в третьей трапезе в шаббат и так многие решением у садия гаэн гаэнем это еще дорешением у него тоже есть огромнейшие поэмы которые высказывают аваташем это что-то что наше время наше поколение тоже это вот острое острые чувства рамбом выражает это что также как человек у него испытывают очень сильные эмоции к своей жене также он должен постоянно думать о творце постоянно он не может себя больше ни о чем сосредоточиться только аваташем и это тоже показывает насколько мы должны стремиться к наших отношениях между супругами в битах он уверенность здесь не хватает аваташем любви к творцу здесь нужен он также аспект и раташем страха перед творцом в что такое страх что такое трепет когда человек начинает обдумывать опять же кто такой творец и что все постоянно все полностью зависит от него и как история человечества история еврейского народа близких окружения он приходит автоматически к и рада ашем как мы старались объяснить прошлый раз получается что это качество и рада ашем она показывает что я близок творцу потому что если человек находится и показывает что он находится перед кем-то кто полностью всесилен и полностью управляет всем то у меня автоматически у меня есть какой-то трепет и и и страх но если для меня это полностью в теории и полностью очень как бы у меня нет никаких чувств никакого настоящего вот этого трепета страха тогда тоже я себя отдаляю от вот этой потенциальной близости к ха-шему и кроме этого в есть еще одна виза есть еще один пропуск к битах он к близости к творцу это и мет это медатэ мет это качество истины правда есть люди которые они вроде бы опять же все стараются делать все правильно и соблюдают и и учатся далее но медатэ мет вот это вот качество истины правда у них хромает и как сказано в талмуде что есть три разных типы людей где ашем от них отдаляется шхина от них отдаляется люди которые говорят лошенара засловия это люди которые надсмехаются над всем лица ним и также шакраним люди которые близки к лжи вторые не говорится нигде отдаляться от каких-то аверот от каких-то грехов но в той сказано медвар шекер тирхак от лжи нужно отдалиться почему почему нужно отдалиться потому что ложь это это антитезис это противоречит шхина ашему ашем сказано что его печать это метод а истина поэтому человек который не старается он не старается работать над этой качеством он этим приближается к шайка приближается к лжи и тогда он не может опять же получить эту особенную близость к творцу так что у нас из два качества это и рад ашем и медатэ мет и качество истины которые дают нам возможность приблизиться к ашему и когда у нас есть эта близость тогда это медат битахон это вот эта уверенность которой мы сейчас будем говорить что такое битахон что к уверенность упаяние рамбан пишет что не каждый человек у которого есть имуна у него есть битахон но у каждого из битахон есть имуна такими словами человек может верить и как как пример обычно по моему работа санта ты говорил что когда у тебя сосед подходит к тебе одолжить 10 шекелей то ты сразу же автоматически вынимаешь свой бумажник и дашь ему 10 шекелей через неделю он он уже вернул эти 10 шекелей он просит тебе 100 тоже нет проблем что выбираешь дашь ему 100 можешь у него узнать когда он это вернет через пару недель он просит тебя 10 тысяч шекелей тут уже тебе нужно подумать вдруг тебе нужно посоветовать решить у тебя эти деньги есть что случилось он он спрашивает ты же мне я уже не первый раз у тебя одолжил деньги что я каждый раз отдавал но здесь это другая сумма это уже другое дело здесь это описывает нашу разницу между верой и уверенностью человек верит во что-то действительно так но когда это дает доходит до практике доходит до полностью мест где это не просто это не это требует от меня каких-то больше усилий самоотверженности тогда начинается сомнение и я уже показываю что меня нету полностью это уверенности ему нам не есть в теории я верю у каждого человека который весь битахон уверенность у него есть вера не у каждого человека которого есть вера есть уверенность есть битахон это слова рамбана в далее мы видим что у человека он постоянно проверяется этим на большом там говорит что даже есть особые испытания когда человек даже достигает какого-то высокого уровня у него забирают этот битахон забирают эту уверенность и вот там будет его испытание в как один человек сказал что у него было много детей дома уже в все они они достигли возраста жениться выходить замуж и долгое времени у него нету не было никаких хороших новостей и потом бору хашем каждый из них женился вышел замуж вышел замуж и был happy and был все хорошо кончилось после этого когда он встречался со своим другом то он сказал что я смотрю на это время где вы были эти сложности были эти тяжелые испытания и я не стыжусь этого потому что часто у человека есть испытания и в конце концов избавление приходит и все хорошее кончается но когда человек смотрит назад он видит насколько он сомневался на сколько у него было отчаяние насколько он как бы у него не было мотивации ни к чему духовному ему было как тяжело и он чувствует себя это стыдно за это время все это время сейчас все хорошо кончилось бро ха-шем и он он рад и он благодарен за это он смотрит назад ему неудобно ему стыдно за это сказал этот отец что он смотрит назад на все эти года долгое время когда было действительно тяжелое испытание в его семье и он не стыдится этого у него был достаточный битахон он мидгаге он даже он 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 в каком-то смысле скучает об этих временах где он несмотря на все это у него была уверенность что все будет хорошо это это битахон который он он были сейхал он он в общем-то это не идет по логике как мы уже говорили в последних шурих шурим что есть эмуна есть битахон который поднимается выше нашего разума с одной стороны как мы сказали чтобы только с разумом с вдумчивостью используя раздумывать что такое ира ташем что такое аваташем что такое битахон человек может в себе это развить но с другой стороны после этого хотя дойти до битахон нам нужен разум но сам битахон сам это уверенность она уже не рационально это не зависит от разума потому что как мы много раз говорили что человек выходя на высокий очень близкий к творцу уровень он уже понимаете он видит что это даже вещи которые нерациональны они так как у ашама нету никаких границ они могут произойти в хазаныш в сейфер пишет что-то что как бы можно сказать противоречит всему этому он говорит что у человека не может сказать что я уверен что все будет хорошо я уверен что даже не просто все ашам сделать так чтобы все было отлично пишет хазаныш кто сказал что все будет хорошо с чего ты как ты можешь быть уверенным что действительно все будет все хорошо кончится кто ты такой чтобы это решать ашам решит как будет лучше и так и будет как сказал на перке вот ты должен ли в отель рецена ты должен аннулировать убрать свой свою волю свои желания перед желанием творца так что как будет лучше сверху так это и будет ты можешь это принять сказать гамзу литва все к лучшему но как ты будешь быть уверен что все будет хорошо это не логи это это у тебя нет никакого права на это так хазаныш пишет в одном месте есть о храним месте другие раввин другие авторитеты которые спорят с этим рыбхайм вложен например он есть известная история с ним что когда он давал урок о битахон о уверенности он сказал что если я верю полностью данный момент что у меня будут часы сейчас ручные часы тогда это произойдет потому что если я верю что ашем может для меня это сделать в данный вот сейчас сейчас уже 12 часов ночи все же спят и кто-то вдруг у меня сейчас будут часы и все ученик сидят и я вам покажу это и он сказал что я полностью уверен что в данный момент у меня будут появиться часы и открывается дверь входит солдат говорит что сейчас его забирают его отряд уходят и он узнал что хайм вложена и решива он человек полностью лояльный можно доверить он что у меня здесь есть часы это единственная дорогая вещь которая у меня есть я не знаю вернусь или нет меня нет никакой семьи поэтому я хочу чтобы это было решивай если я вернусь то еще мне это даст если нет то нет можно не пользоваться он дает ему часы убегает так что мы видим не как хазаныш как-то мы видим что действительно или это спор или это как-то как это как-то можно объяснить если мы посмотрим в геморраг рыбе не бахаи это тоже автор хватливо вот он говорит что бетахон на то что откуда взялся алхимики с бетахон можно повернуть серебро в золото человек может достичь с бетахон чудес как это будет с хазаныш рыбханина бендойса все знают что написано в талмуде когда его дочка сказала что она не нашла масло и у нее только уксус он сказал что тот кто сказал маслу гореть он может сказать чтобы уксус горел и это свечка горела весь шаббат имеется ввиду что рыбханина бендойса достиг уровня бетахон до такой точки до такой степени что это были чудеса были чудеса открытие чудеса против законов природы видим что это да возможно более того хазаныш сам в другом месте пишет что это возможно тогда как это можно объяснить в каббале есть понятие олям ацилут есть какие-то разные уровни разные измеры ацилут это самый высокий там это объясняется ацилут это это ты около творца то что здесь мы говорим это все на нашем уровне этими благодарностью самоконтролем а страхом перед творцом истинной правдивостью искренностью человек может постоянно как-то приближаться к этому сказано что если человек находится в этом месте тогда его воля он может только только попасть туда если его воля полностью совпадает с волей творца поэтому бетахон настоящий бетахон настоящая уверенность это не то что я знаю что ашем сделать то что я хочу нет я знаю что ашем хочет и поэтому это будет так человек достигает этого уровня в конце концов что он понимает что рацион ашем и поэтому естественно я этого хочу и тогда это действительно произойдет потому что это является воля творца в время войны белзаребер барлы который у хасидима он как как у нас хуфыцхайм так у хасидима это был белзаребер он 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 сказал что его спросили почему он не у него огромные силы есть почему не даст проклятие гитлеру и всем его помощникам я стану астана чтобы остановить этот холокост сам белзареба он чудом спасся от нацистов они специально у них было нацелено они охотились за ним он через венгрию еле-еле смог попасть и убежать был халактический вопрос что в одном месте один забыл хасидим когда его уже почти поймали то он сказал он выдал себя за он сказал что он белзаребер и его убили был халактический вопрос насколько можно ли ему это было делать но спросили его почему он не даст проклятие гитлеру чтобы это остановить и ответил ответил белзаребер что у меня нету на это разрешения нет нет сверху у меня нет на это разрешение чтобы это сделать другими словами что цадики им праведники они не делают то что они хотят они делают то что рацон ашем когда человек идет к праведнику к большому рабу он не просил не хочет его как мы увидим скоро уговорить в чем то чтобы он ему помог он просит от него узнать и понять что рацон ашем что хащем от меня хочет что он не в желании в хазаниш говорят что он сказал что если бы он знал про шаа про галакост то галакоста бы не было но он не знал об этом хазаниш находился в израиле в то время если бы я знал о галакосте то галакоста бы не было и некоторые считали что так как хазаниш был не внутри у него были другие возможности у него были другие и это ведет к нам следующему хазаниш сказал также что если что у него есть возможность он знает как излечить рак но он объяснил что в мире есть постоянно какая-то болезнь который все боятся и евреи но сам еврейский народ есть какие-то вещи которые постоянно люди опасаются и сейчас это эта болезнь если убрать эту болезнь будет что-то другое гораздо более страшно поэтому хазаниш считал что он не хотел открывать как исцелить эту болезнь чтобы потом не было что-то другого но если тогда если это воля творца зачем эта уверенность и так и так это будет если как и там только этим добывается он 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 приходит к тому что он понимает в чем воля творца тогда что он этим добивается он и так и так это если это воля творца это произойдет здесь мы должны понять что есть концепт что если некоторые вещи которые мы должны опустить вниз в этом смысл молитвы молитва если зачем нам просить что-то ажем знает что нам нужно если это хорошо это хорошо если нет нет но этим тем что мы обращаемся к творцу когда мы говорили про в шиурима тфила о молитве что к тем что мы обращается к нему тем что мы показываем этим мы опускаем это благословение это били вниз к нам точно мы здесь если человек добивается он 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 себе постоянно работает над собой он поднимается до такого уровня что у него есть битах он это также открывает для него новые ворота в сказанных або тэрби а шэм хэсэд и сувену если у человека есть битах он хэсэд и сувену он окружается хэсэд добротой есть особая если человек знает что это что что у него есть битах он 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 добивается этого у него нет никаких сомнений если человек что-то хочет что-то желает что-то думать что это так должно быть но не сомнение это уже знак что это не битах он опять же есть уровне есть уровне если каждый раз если человек что-то верит что-то надеется и у него и сомнения тогда это это плохо есть разные уровни и на каждом уровне чем меньше сомнений тем ближе нас это подвигает вверх так мы понимаем что у цадики у праведников это не что-то что они захотели что они решили как-то что они решают как сказано праведник он решает и Ашем выполняет это он решает то что Ашем выполняет то что Ашем хочет выполнить все-таки им это могут решить не так давно была страшная история в одной семье опять же было три ребенка три трое из детей уже были было ближе к 30 годам и все еще не могли найти шедух не могли жениться выйти замуж и родители и вся семья была была большая трагедия для них и у отца был друг который являлся габаем помощником большого хасидского раба и он сказал ему что в этом году его выбрали быть пурим раф в хасидских кругах есть особое как представление где есть пуримский раф где он становится как будто бы он ребе и он ведет весь этот двор хасидский двор и это большой там устраивается пир и так как у него есть привилегия быть этим пурим раф он сможет сделать так чтобы ребе который является большим праведником он даст благословение для детей своего друга чтобы наконец-то они уже нашли свой звук своих партнер свою невесту и своих женихов и действительно этот отец пришел в пурим его не хотели пускать но когда узнали что это приближенный этого пурим раф этого габая они упустили и там среди этого всего представления он пурим раф говорит рэбэ вы должны мы вас обязаны чтобы вы дали благословение этому отцу чтобы наконец-то трое вас детей нашлиший дух и рэбэ старался как-то от этого уйти после этого он еще раз еще раз и конечно что все мы вас заставляем рэбэ сказал а не давите на меня он попросил не не заставляйте меня не давите на меня но это не помогло было такое все было такое особое настроение честь пурим и они сказали что мы они гозер на рэбэ рэбэ он должен нету никакого другого выхода он должен дать обещание благословения чтобы они женились уравнивало выбора как выглядит и он так он он дал это благословение в это было в пурим через пару недель уже один из один один из сыновей он помолвался в эра в песах на месяц после пурима прибегает отец к габай укрепы и в слезах он говорит что у его сына нашли рак он нашли эту болезнь очень выглядит очень плохо и он просит рыба на я уже дал благословение чтобы он женился и каждый рыба сказал ему я же сказал не давите на меня не заставляйте меня и очень часто когда люди приходят благословениями иногда этот цадык этот враник он сразу же дает и не только одно два три а иногда нет ничего скажешь что ну чтобы ашем помог вам ничего никаких благословений каких обещаний ничего почему потому что это не его решение он достигает такого уровня что он понимает где рацион ашем где воля творца поэтому он что я же вам я же вас просила вас умолял не давите на меня не заставляйте мне они плачут с ним что тогда сказал рыба если вы мы ватер вы уступите на два благословения которые вам дал я уступлю на одно и отец соглашается естественно вороха шэм этот хатан этот хосан этот жених он выздоравливает и он женится но двое других детей они пока еще не нашли своих звуги нельзя заставлять нельзя мы можем сказать как в небесах должны поступать в особенно для нас на 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 мы можем даже если мы не можем достичь какого-то полного полноценного уровня битахон это уверенности то всегда есть какие-то моменты в жизни где у нас есть особое вдохновление особая близость особая есть какой то вот эти вот какой-то процент какая-то какой-то запах от уверенности и это очень особенное время это очень особенно это в тот момент действительно открываются небеса в этом мире как мы сказали вот я бы ашэм хэсэта сувену когда человек не уверенность ашэма то хэсэта его окружает его окружает доброта имеется ввиду что зависит какие у меня качества активный сейчас такие же качества наверху по отношению ко мне если у человека с битахон у него есть уверенность тогда опять же открываются специальные ворота и он получает особенный свет особое богословение но если у человека наоборот у него он 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 у него страх перед материальным миром у него заботы он 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 не может нормально нету как сказано в хохват левавод сказано что как мы видим что из битахон на мы говорили об этом один раз какой знак какой тест как мы это проверяем мы ну хат она фиш спокойствие спокойствие чтобы человеку не было потом стыдно если человек потом все будет хорошо но он посмотрит назад как он повел как и какая него бы какими были сомнения как он переживал модет измерение битахон это минуха танэфиш это спокойствие моей души значит человек в особые времена и особенно когда у него есть симха у него есть радость у него есть он он подходит к ко всему с оптимизмом это времена когда опять же если у меня есть симха если есть радость это тоже наверху открывается гораздо эти ворота и это надо использовать человек который балл симха у него у него есть какие-то радостные события то очень часто я царара вот это вот зло она знает об этом она она слышит об этом поэтому она старается нас не дать нам воспользоваться этим когда у человека свадьба человека есть как это праздник у него есть бритмила есть разные события которые полностью радости но и царара она делает так что было так много забот так много страхов так много опасений сомнений что как тогда у нас улетучивается эта радость этот момент и мы не 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 можем воспользоваться этим нас есть эта возможность если потенциал на это постарайтесь чтобы это не произошло в поэтому надо использовать это надо поймать этот момент когда у человека есть это хорошее настроение у него есть радость у него у него есть благодарность у него есть особая симхата митсва он он использует радость от митсвот от от исполнения заповедей от то что произошло с ним особо благодарность надо использовать это время не впадать в какие-то заботы и потому что тогда это проходит зря в например мы видим это очень ярко перед шаббатом шаббат каждый шаббат это как сказано это маккор хабраха это источник благословения поэтому почти в любой семье перед шаббатом на эре в шаббат это время стресса это время всех приготовлений люди начинаются иногда даже ссориться иногда из какие-то обиды если есть особый стресс и этим и цера из дивина добивается того что потом это влиять на шаббат и мы не используем мы не получаем вот этот вот ключ к маккора бракха источник благословения что мы можем сделать для этого это можно сравнить остановка автобуса если есть какое-то время когда автобус должен уйти то обычно в это время будет много желающих на нем поехать но если автобус уйдет раньше то там там может быть таким кто-то не побежит может быть кто-то разозлится они даже будут кидаться в него но он идет в шаббат закрывается геенном закрывается ад закрывается дин вот это вот строгость справедливость там это из браха поэтому после шаббат когда все возвращаются все открывается опять мы говорим виенном специально ты лим который говорит а что большим берег нас от опасностей потому что опять начинается начинается неделя начинается холь повседневность то как перед шаббатом стоит уехать от этого как можно скорее и там за нами будут бежать будут кидаться но мы уже приняли шаббат пораньше чтобы это не случилось нам чтобы я царан не могла догнать и также в конце шаббата не обязательно убегать от благословения можно немножко продолжить его тогда человек будет больше использовать эту эту огромную возможность чувствовать себя ближе к творцу в значит мы видим что есть некоторые качества некоторые возможности где мы можем приблизиться к шему это страх перед ним мы показываем что он здесь он с нами это это искренность это правда это истина только только тогда еще может приблизить нас к нему мы не отдаляемся от него мы видим также что что есть моменты где этот битах он каждый из нас может его достичь этот момент нужно использовать это особенно когда есть радость когда есть ситуация если есть чувство где человек чувствует себя вдоль вдохновленным это надо не терять его и не поддаваться разным искушением я царары в открываются ворота мы понимаем теперь как цадиким как праведники как это у них получается сказать нам как что с нами будет нас направить потому что они понимают что такое ротца нашим они понимают действительно что такое воля творца они свою волю настолько настолько свой свой разум свою себя подняли наверх что их битах он появляется в тем что они понимают в чем ротца нашим и закончим историю про пневмена хэм это предыдущий геррэбэ пневмена хэм к нему пришел один из его хасидим его хасидов перед песах и сказал что у него тяжелая операция предстоит прямо на следующий день после песаха и он не может он так переживает он так страдает от этого он такой страх вся его семья тоже от этого это влияет и он не сможет наслаждаться не сейдером не холомоид не песок ничего потому что ему предстоит что ему делать нам спросил его что в чем состоит операция он написал ему точно это что что его бы свою болезнь свои все эти анализы всем и когда он выслушал он спросил кто будет его оперировать назвал врача и больницу и пневмена хэм сказал ему что ему не нужно делать операцию нет надо мне свою операцию все будет хорошо сейчас ему не нужно никакой операции он был вне себя от радости он благодарил забы и пошел и наслаждался весь праздник после песах как только кончается песах то пневмена хэм геррэбэ сам звонит этому человеку и говорит что я хочу чтобы ты все-таки сделать операцию да ведь самое лучшее для тебя все-таки пройти это да тошем это будет все все хорошо но позвони надеюсь что еще не что это это особый специалист у него не будет наверняка уже времени на это постарайся получить чтобы завтра у тебя была операция он звонит этому врачу и тот говорит да нет проблем он может приходить завтра будет у него есть время лету был очень удивлен и он пришел на следующий день действительно операция прошла отлично что произошло номинахом видел что он не это на него так повлияло так тяжело ему с этим справиться поэтому он сказал что ему не нужно делать операцию сейчас он позвонил этому врачу и сказал ему что если ему позвонят аннулировать операцию в этот день чтобы он пожалуйста не брал никого вместо него и чтобы это место оставалось свободным до после песаха врач его послушал и конечно после песаха этот больной этот хасид вернулся к нему чтобы сделать операцию он так с одной стороны он заботился о нем чтобы у него был хороший праздник чтобы не появлял не на него на свою семью чтобы он мог наслаждаться этим максимально но кроме этого можно сказать что он не хотел вот этих переживаний этих забот этих этого стресса чтобы также это повлияло на успех этой операции и его исцеление потому что если у человека есть надежда у него есть оптимизм он не будет все это время эту эту больше чем недели переживать и если не сможет себя пересидеть это тогда он посчитал нужным сделать так чтобы убрать с него этого эту эту идею эту ожидание этого чтобы он спокойно наслаждаться этим праздником и потом он уже сможет в течение этого дня приготовиться к этому и пройти это успешно чтобы мы все как-то начали и продвигались и почувствовали что такое рад ашем что такое страх перед творцом быть истинным быть правдимым работать над этим использовать все времена когда у нас есть радость не мы за ташем чтобы мы были постоянно близки к творцу спасибо счастливо